Чёрный чай Чёрный чай содержит дубильные вещества с сильными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Чёрный чай помогает организму лучше усваивать жидкости и таким образом устраняет понос или вздутие живота. Этот чай полезен при бронхите, пневмонии, истощении организма, анемии, язвенной болезни и гастрите с повышенной кислотностью. Английские учёные доказали, что если выпивать в день 3-4 чашки чёрного чая с молоком или с лимоном, можно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. При гриппе заварите английский чай, предполагающий включение в напиток большого количества молока. В такой чай добавляет немного минеральной воды боржоми, 20-30 грамм малины, мёда, небольшую щекотку питьевой соды. Фактически получается великолепный противогриппозный коктейль и употребляет его 3-4 раза в течение дня и в обязательном порядке перед сном. Чай с перцем – великолепный напиток с согревающим эффектом. У напитка много полезных свойств. Он оказывает на организм тонизирующий эффект и может использоваться в качестве профилактического средства при разнообразных простудных заболеваниях. Такой чай помогает эффективно бороться с вирусами, а ещё он укрепляет иммунную систему. Чай с перцем отличается необычным ароматом и невероятным вкусом. Как показала реальная практика, перцем можно дополнить абсолютно любые сорта чаёв. Все чаи, в состав которых входит перец, обладают рядом полезных свойств. Они благоприятно влияют на иммунную систему и нивелируют вероятность возникновения простудных заболеваний. Это действительное средство, помогающее справиться с перехлаждением в зимний период. И что интересно, средство, спасающее от жароизнольным летом. Чай с перцем проявляет антибактериальные свойства. Это профилактическое, антиканцерогенное или противораковое средство. Он активизирует обменные процессы в организме, оперативно выводит опасные шлаки. Для каждого конкретного случая требуется собственный рецепт чая с перцем, и этим можно объяснить огромное их количество. Отличительная особенность чёрного перца заключается в способности придавать любому чаю невероятный вкус и яркий аромат. Чтобы вкусовые характеристики напитка проявились отчётливо, следует использовать высококачественную заварку. В готовый чай добавляют 2-4 грамма чёрного перца и тщательно размешивают. Такой напиток не только приятно взбодрит организм, но и поможет согреться холодным зимним днём. И ещё один способ заварки и употребления чёрного чая с чёрным перцем. Предварительно следует ополоснуть чайник крутым кипятком. В чайничек для заварки добавляют 1 чайную ложку сухого чая и небольшую щепотку чёрного перца. Все ингредиенты следует залить 200 мл кипятка. Необходимое время для настаивания 20-30 минут. Затем пьют этот чай по 3 раза в течение дня. И ещё один стакан выпивают перед сном. Чёрный чай с красным перцем. Чтобы приготовить одну порцию такого напитка, берём следующие ингредиенты. 1-2 грамма чёрного чая, 2 щепотки корицы, 150-200 мл кипятка, сахар по вкусу и цедру с половиной мандарина, выращена в собственном саду без обработки химикатами. Одну-две щепотки красного перца. Все перечисленные ингредиенты. Помещаем в чайничек для заварки, а после добавляем кипяток. Чай должен настояться не менее 20 минут, после чего наслаждаемся необычным вкусом. Чаепитие, уверяю вас, оставит неизгладимые впечатления. С давних времён зелёный чай применяли в лечебных целях. Особой популярностью напиток пользуются в странах Востока. Зелёный чай – это природный антиоксидант. Он эффективно борется с атеросклерозом, понижая уровень холестерина в крови. Употребление зелёного чая – это профилактика и сахарного диабета, так как входящий в состав зелёного чая вещества поддерживает оптимальный уровень сахара в крови. Зелёному чаю приписывают антираковые свойства и способность тормозить образование опухоли за счёт присутствия в нём полифенолов. И при регулярном употреблении зелёный чай нивелирует риск возникновения болезней печени. Известно, что он эффективно защищает структуру этого органа от воздействия алкоголя. Алкалоиды и катехины в его составе способствуют окислению жиров и ускоряют метаболизм. Зелёный чай характеризуется великолепным мочегонным эффектом, благодаря чему достигается эффективное очищение всего организма. Зелёным чаем закапывает нос при насморках. Часто мы не имеем возможность чистить зубы после обеда и приёма пищи, поэтому можно воспользоваться обычным полосканием рта зелёным чаем. Антимикробное и противовоспалительное действие зелёного чая, а также вторгивого составе предохранит зубную эмаль от разрушения. При регулярном употреблении зелёного чая уровень артериального давления понижается в среднем на 20%. Для этого достаточно пить всего 200-250 мл чая не менее трёх раз в течение дня. Учёные на экспериментальном уровне установили, что при регулярном употреблении ароматного напитка увеличивается продолжительность жизни. Преобладающее большинство поклонников чая переживает рубеж в 90 лет. Огромное количество долгожителей среди японцев, шотландцев и даже англичан, несмотря на то, что они употребляют чай в сочетании с молоком. Интересно сочетание зелёного чая с красным перцем. Неотъемлемой составляющей красного перца и чая на его основе является вещество под названием капсацин, благодаря которому напиток приобретает обжигающий вкус. Стандартный зелёный чай великолепно дополняется этим перцем. И, кстати, эти оба ингредиента по отдельности являются эффективными антиоксидантами. И вот поэтому многие люди употребляют этот напиток в качестве профилактического средства для профилактики рака. При этом следует определить для себя оптимальное количество специй. Мяту по праву считает королевой травяных чаёв. О её полезных свойствах известно с древних времён. Листья растения содержат ментол, аскорпиновую кислоту, каротин, флавоноиды, дубильные вещества и эфир. На данный час известно несколько сотен видов мяты. Используются при этом не более 20. Назову лишь самые популярные сорта. Это полевая, лимонная, перечная, курчавая, садовая, ментоловая, марокканская и корейская мята. Мятный чай обладает седативным и тонизирующим действием и применяется в косметологии. Напиток очень полезен людям, которые страдают гипертонией. Его применяют при лечении острых вирусных респираторных заболеваний, головных болях, мигрениях, при гастрите. Чтобы избавиться от головной боли, необходимо использовать всего маленькую щепотку мятного чая. Есть одно существенное предостережение. Оно касается мужской аудитории. Самым большим минусом растения является то, что оно способно подавлять потенцию. При приеме напитка гормоны начинают вырабатываться в значительно меньших количествах. Поэтому мужчинам не стоит слишком увлекаться этим напитком. А вот что касается женщин, тут совсем другая ситуация. Мятный чай стимулирует обменные процессы и выводит из организма все лишнее. Токсины и шлаки. Подавляет аппетит. И это очень актуально для тех, кто следит за своей фигурой. Есть один нюанс для тех, кто желает похудеть. Пить напиток необходимо всегда слабо заваренным. И не рекомендуется пить его при варикозе. Рецепт классического мятного чая очень прост. Берутся 2 чайные ложки зеленого чая, 3 веточки свежей мяты и 400 мл кипятка. Эти все ингредиенты засыпаются в прогретый чайничек. Заливаем кипятком и даем настояться 2-3 минуты. И еще один интересный рецепт мятного чая с корицей. Для этого берут 2 чайные ложки зеленого чая, 2-3 веточки свежей мяты, 1 палочку корицы размером 4-5 сантиметров. Засыпаем в прогретый чайничек зеленый чай, мяту и корицу. Заливаем кипяченой водой температурой 80-90 градусов. Даем настояться 3 минуты. Разливаем по чашкам. Чем дольше настаивается чай, тем ярче будет чувствоваться горьковатый привкус корицы. Мелисса лекарственная или лимонный бальзам содержит в себе эфирные масла, которые одновременно напоминают по запаху и лимон, и мяту. Эта трава известна с древних времен. Ее полюбили за то, что она обладает ярко выраженными антигнилостными и антибактериальными свойствами. Мелису можно использовать как мочегонное, слабительное, патагонное и стимулирующее средство. Прием травы полезен для женщин при нарушении менструального цикла. Понижает артериальное давление, нормализует сбои в сердечном ритме и снижает частоту сокращения сердца. Трава мелиссы полезна при навралгиях, а также при астме, бессоннице, анемии и подагре. Для того, чтобы приготовить вкусный и ароматный чай, достаточно добавить небольшой пучок листиков свежей травы или одну чайную ложку сухой травы к заварке при заваривании обычного черного чая. Мелисса очень нравится тем, кто следит за своей фигурой, ведь с помощью вкусного напитка можно нормализовать свой вес. А еще эффективнее будет, если совместить мелису с зеленым чаем. Однако имейте в виду, что вы должны пить не более 1 литра напитка в день. И конечно же не забывать о правильном питании и занятиях спортом. Чтобы восстановить артериальное давление, необходимо принимать черный чай с мелисой и медом. Залейте мелису вместе с мятой по 1 чайной ложке 200 мл кипятка. Поместите емкость на огонь на водяную баню и держите примерно 15 минут. Оставьте жидкость для охлаждения примерно минут на 30. Процедите напиток и принимайте в нужном объеме в течение дня, добавляя на стакан чая по небольшой ложечке меда. Контролируйте показатели своего давления при приеме мелисового чая. Не допускайте передозировки, иначе давление может сильно понизиться. Мелисса хорошо помогает и от головной боли. 4 чайные ложки измельченной травы растения нужно настаивать в одном стакане кипятка около 1 часа. После чего настой необходимо процедить и употреблять 3 раза в день до приема пищи по половине стакана. И кроме того, этот же чай поможет и при лечении аритмии, гипертонии, атеросклерозии и ишемической болезни сердца. Во всех этих случаях применяется точно такая же дозировка. Французский чай из мелисы готовится очень просто. Возьмите 25-30 граммов сухой травы мелисы, залейте литром кипящей воды и дайте постоять. Такой чай, употребляемый утром, в обед и вечером, улучшит работу головного мозга, снимет головокружение, нормализует работу органов пищеварения. Чай из мелисы хорошо употреблять осенью и зимой, так как он мобилизует защитные силы организма и согревает. Ромашка, как лекарственное растение, известна человечеству с глубокой древности. Целебные свойства этого незатейливого цветка были открыты более двух тысячелетий назад. Люди заметили, что чай из ромашки успокаивает нервы и помогает избавиться от бессонницы. Душистый напиток содержит спазмолитик апигенин, который положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека. Чай из ромашки стимулирует выделение желчи, лечит язву, гастрит и заболевания печени. Помогает при нарушении микрофлоры кишечника и желчекаменной болезни. И еще этот целебный напиток полезен для людей, которые принимают лекарства на основе ацетилсалициловой кислоты, потому что он способен защитить слизистую желудка от ее разрушающего воздействия. В бронхите и других заболеваниях органов дыхания ромашковый чай полезен благодаря своим патагонным, отхаркивающим, противомикробным и обезболивающим свойствам. Целебный отвар пьют как чай, применяя для полоскания горла, делает из него ванночка и ингаляции. Считается, что ромашковый чай, если пить его каждый день, способен подарить свежий и здоровый вид кожи. А еще целебный отвар можно заморозить. Кубики льда из ромашкового чая обладают антисептическим действием, освежают и омолаживают кожу, устраняют раздражение. Ромашковый отвар подарит здоровье волосам, и блондинки, и шатенки могут использовать его для ополаскивания волос после мытья. При ежедневном употреблении ромашкового чая можно потерять до 4 кг веса за месяц. Главное, не игнорировать при этом двигательную активность и правильно питаться, а обеспечить снижение веса следующие свойства чая. Во-первых, ромашка контролирует аппетит, положительно влияет на пищеварение и способствует лучшему усвоению полезных веществ. Далее, целебное растение оказывает успокаивающее действие, что особенно важно для людей, привыкших заедать стресс. И, наконец, ромашка обеспечивает мочеконный эффект, а значит помогает организму избавляться от лишней жидкости. Вещество бисоболон, которое содержится в напитке из ромашки, положительно влияет на женское здоровье. Ромашковый чай налаживает работу эндокринной системы, успокаивает боли во время женских дней, помогает в лечении гинекологических заболеваний. Так, его рекомендуют пить при воспалении придатков. При заболеваниях мочеполовой системы чай из ромашки используют не только внутрь, но и наружно, в виде компрессов, ванночек и спринцеваний. Обычный, классический ромашковый чай заваривается так. Две полные чайные ложки цветочных корзинок аптечной ромашки, высушенных и измельченных, заливают стаканом горячей кипяченой воды, накрывают блюдцем и настаивают 20-30 минут, затем процеживают, отжимают цветки и пьют в теплом виде. Такой настой можно употреблять самостоятельно или добавлять в зеленый или травяной чай. Рецепт ромашкового чая с перечной мятой. Измельченную мяту и ромашку берут в ранних пропорциях по одной чайной ложке, заливают стаканом горячей кипяченой воды, настаивают, затем процеживают. Этот чай хорошо успокаивает, помогает облегчить течение заболеваний с желчного пузыря и предотвратить появление камней. Если вы готовите успокаивающий напиток, можно помимо мяты и ромашки добавить в него еще и тмин. Рецепт ромашкового чая с мелиссой. Если взять предыдущий рецепт, но мяту заменить мелиссой получится слебная с надобью не только для нервной системы, но и для желудка. А еще такой напиток помогает при простуде. Принимает его в теплом виде по одному стакану 2-3 раза в сутки. Можно дополнять этот напиток еще и натуральным медом. Рецепт чая из ромашки, имбиря и меда. Кусочек корня имбира, примерно 2 см, очищенный, цедру одного большого лимона, 100 г меда, сок одного лимона, 4 пакетика сухой ромашки. Заливаем примерно полтора литрами воды. Нагреваем имбирь, лимонную цедру, воду и мед до кипения в небольшой кастрюльке. Добавляем лимонный сок к этой горячей смеси и переливаем в чайник. Добавляем чайные пакетики и даем настояться. Затем удаляем пакетики и можно пить чай. С древних времен шалфей известен своими целебными свойствами. Само название растения «салвео» переводится с латинского как «быть здоровым». Гиппократ называл эту траву священной. Египтяне добавляли его в лечебные сборы, так как считали, что она продлевает жизнь и обладает омолаживающими свойствами. В средние века шалфей уже стал известен как средство от всех болезней. Ни одно другое растение не было столь популярным и ему приписывали даже магические свойства. Колдуны и ведьмы использовали его в своих ритуалах, а алхимики пытались получить с его помощью философский камень. Если вам удастся когда-нибудь полистать старые аптекарские книги, вы удивитесь, сколько в них написано рецептов с применением лекарственного шалфея как основного ингредиента. Шалфей обладает мощным противовоспалительным, противомикробным, кровоостанавливающим, вяжущим и смягчающим действием. В сезон простуд терапия шалфея на начальной стадии заболевания весьма эффективна. Кроме того, он уменьшает потоотделение, помогает в выделении желудочного сока, укреплению нервной системы. Для лечения используют обычно настой, отвар, а также чай с шалфеем. Сырьевой базой для чая и лекарств выступает преимущественно верхушки кустика, а в некоторых случаях и листики. Итак, как заваривать чай с шалфеем? Залейте стаканом кипятка столовую ложку сырья шалфея. В дальнейшем буду называть верхушку шалфея и листики обобщенно листья. Накройте крышкой и дайте настояться 30-40 минут. Когда настой будет готов, процедите. Такой напиток больше подходит для внутреннего употребления, так как содержит меньшую концентрацию веществ и отличается более мягким воздействием на организм. Пить чай не более 200 мл в сутки. Чай будет эффективен при кашле из-за наличия в нем эфирного масла, являющегося многокомпонентным соединением и обладающего противовоспалительным, противомикробным и антибактериальными свойствами. При заболеваниях желудка и кишечника, таких как гастрит с пониженной кислотностью, язвы или расстройство желудка, чай из шалфея следует принимать за 30 минут до еды по одной столовой ложке. Шалфей показан для мужчин, для усиления потенции. В небольших дозах он оказывает возбуждающие действия. Чай из шалфея также применяется для лечения бесплодия у мужчин, так как способствует выработке тестостерона. Чабрец – это натуральное растительное средство от серьезных заболеваний человека, которым изданно лечились наши предки. Другое название чабреца – тимьян или богородская трава. Ароматный истокий запах этого растения позволяет выделить его из множества других. Цветение чабреца припадает на начало лета. В это время поля и луга покрываются светло-зеленым, снежим-фиолетовым переливом растениями. Именно в это время предпочтительное собирать, сушить и затем в течение года использовать эту траву. Заваривать чабрец принято как в сухом, так и свежем виде. Сухое вещество, как и свежий сбор, сохраняет все питательные и полезные элементы. Улучшить и насытить вкус такого напитка возможно с помощью добавления небольшого количества сухой цедры, лимона или пару ложек меда. В домашних условиях сделать черный чай с богородцем не составит никакого труда. Обдаем кипятком фарфоровую или стеклянную посуду. Добавляем в заварку качественного черного чая, без примесей и ароматизированных добавок. И еще добавляем небольшое количество сбора чабреца. Заливаем кипятком и настаиваем в течение 7 минут. Такой напиток на основе черной заварки является отличным средством против простуды. Витамины и микроэлементы, которые входят в состав этого чая, способствуют укреплению иммунитета. Еще он улучшает работу желудочно-кишечного тракта. И оказывает противовоспалительное действие, способствуя выведению токсинов из организма и нормализации работы кишечника. Чай с чабрецом для снижения артериального давления. 250 миллилитров кипятка. Засыпается 25 грамм сухого тимьяна. Напиток настаивается 2 часа под крышкой и затем его можно пить 3-4 раза в сутки перед едой. При головных болях, перенапряжении, бессоннице берут 30 грамм травы чабреца и заваривают 400 миллилитрами воды. Процеживают и пьют в теплом виде. Принимают по 150 миллилитров 3 раза в сутки. Такой напиток устраняет головные боли, перенапряжение и бессонницу. Рецепт чая травы чабреца для снижения тяги к алкоголю. Берут 15 грамм травы чабреца, 250 миллилитров воды. Эту смесь нагревают на водяной бане около 15 минут. Затем средства дают больному алкогольной зависимостью по 70 миллилитров 5-7 раз ежедневно. Зеленый чай с чабрецом. Принцип заваривания такого чая схож с завариванием черного чая с чабрецом. Отличие в том, что в качестве основы используется зеленая заварка. Зеленый чай сам по себе представлен в массой достоинств, так как является отличным антиоксидантом и очищающим средством. Усиление эффекта от зеленого чая достигается с помощью добавления в заварку чабреца. В сочетании с зеленым чаем это чудо-трава обладает целительными свойствами и позволяет организму справиться с массой недугов. Напиток рекомендуется принимать при болезнях сердечно-сосудистой системы. В этом случае жидкость принимает для улучшения кровообращения и снижения уровня холестерина в крови. Чай на основе зеленой заварки и чабреца снимает головную боль, препятствует развитию воспаления в организме, улучшает общее самочувствие человека и способствует восстановлению жизненных сил. Если добавить немножко меда, то вкусовые качества такого чая значительно улучшатся. Адуванчики – универсальные растения, корней которых и листьев есть много пользы для здоровья человека. В то время как из растения можно сделать салаты, многие используют эту траву, чтобы сделать чай. Хотя его колький вкус может не подойти для некоторых гурманов, однако сам одуванчик обладает поистине целебными свойствами. Полезные свойства корня одуванчика известны во многих странах. Например, в США, Индии и Японии это растение культивируется специально, корень одуванчика еще с древних времен, используя наши предки, чтобы лечить множество болезней. Народные целители рекомендуют его при холециститах, гепатитах и желчнокаменной болезни. Помогают корень одуванчика и тем, кто нуждается в постоянном очищении сосудов от холестериновых бляшек, успешно их растворяя. Адуванчики могут быть большой помощью в поддержании здоровья печени. Исследование, проводимое научно-исследовательским центром биомедпрепаратов Кореи, нашло, что чай одуванчика эффективно защищает печень от повреждений, помогает производству желчи, которая, в свою очередь, удаляет токсины из печени. Чай из одуванчика содержит огромное количество инулина, натурального полисахарида, который способен понижать уровень сахара в крови, то есть работает как знакомый каждому диабетику инсулин. В результате исследований, проведенных в Университете Виндзор, Канада, было обнаружено, что корень одуванчика эффективно убивает раковые клетки и защищает здоровые клетки организма от заражения. Чай одуванчика действительно способен разрушить раковые клетки в течение 48 часов и защитить здоровые клетки от рака. Это отличные результаты сподвигли научно-исследовательскую группу дальше изучать свойства этой травы. Джон Ди Карло стал живым примером целебных свойств корня одуванчика. После трех лет лечения рака он попробовал альтернативное средство и начал пить чай из одуванчика. Спустя 4 месяца он вошел в полную ремиссию. Чай одуванчика имеет стимулирующий эффект на почке, приводя к увеличению потока мочи и вывода токсинов из организма. Поскольку это такое мощное мочегонное средство, чай рекомендуется для людей, страдающих от почечных камней. Увеличенный поток мочи может помочь удалить камни более быстро, прежде чем они станут достаточно большими, чтобы причинять боль. Чтобы сделать цветочный чай одуванчика, возьмите 340 мл кипящей воды и 8 цветков одуванчика. После заварки дайте настояться 5 минут, затем можно подслащить, например добавить мед, чтобы он был приятным на вкус. Еще один интересный рецепт чая с корней одуванчиком. Вскопайте несколько одуванчиков и ополосните корни под краном, пока они не будут чистыми. Протрите их, помойте. После очистки нарежьте их большими кусками и обжарьте в духовке при 300 градусах в течение 10 минут. Затем добавьте половину чайной ложки измельченного чеснока и немного кардамона. Залейте крутым кипятком и наслаждайтесь восхитительным чаем. Лечебное растение имбирь содержит очень высокое количество полезных для человека веществ, витаминов и микроэлементов. Чай с имбирем – это самый простой способ добавить в свой рацион такой полезный продукт, как имбирь. Имбирный чай приготовлю из свежего измельченного корневища или порошка из высушенного молотого корня с добавлением трав, пряности, лимона, меда. Еще имбирь может быть добавкой к зеленому или черному чаю. Рекомендуется пить имбирные чаи небольшими глотками до еды или между приемами пищи. И хотя на Востоке имбирный чай традиционно считается напитком для холодного времени года, уверяю вас, его приятно пить и летом в охлажденном виде. Имбирный чай улучшает пищеварение и нейтрализует скопившиеся в желудке и кишечнике токсины. Используется при очистке организма, так как обладает антиоксидантными свойствами. Укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудными респираторными заболеваниями и гриппом. Избавляет от головных болей благодаря улучшению мозгового кровообращения. Используется как афродизиак. Чай из свежего имбиря. 1-2 столовые ложки тертого свежего корня имбиря залейте 200 литрами кипятка. Кипятите на слабом огне 10 минут под плотно закрытой крышкой. Затем снимите с огня и дайте настояться 10 минут. Пусть немного остынет. Затем добавьте 1-2 чайные ложки. Тщательно размешайте до растворения меда. Или просто заедайте небольшим количеством меда, не добавляя его в чай. Такой напиток эффективен при простудных заболеваниях и гриппе без высокой температуры. Он укрепляет иммунитет, снимает воспаление и борется с вирусами. При заболевании пейте его не менее трех кружек в день. Рецепт тибетского чая с имбирем. Пол литра воды влейте в эмалированную посуду и поставьте на огонь. Добавьте поочередно пол чайной ложки молотой гвоздики, пол чайной ложки молотого кардамона, пол чайной ложки порошка имбиря, две чайные ложки зеленого чая и доведите до кипения. Кипятите на медленном огне одну минуту, затем влейте 500 мл подогретого молока, всыпьте одну чайную ложку качественного черного чая и снова доведите до кипения. Положите в напиток пол чайной ложки молотого мускатного ореха и кипятите еще одну минуту. Снимите с огня, дайте настояться 5 минут, после чего процедите через несколько слоев марли и принимайте равными порциями в течение дня. Первая порция принимается утром натощак, остальные за час до еды. Пить такой целебный напиток необходимо при простудах, гриппе и ангине. Чай имбирный с медом и лимонным соком. 1 столовую ложку свежего тертого имбиря или 1 чайную ложку порошка имбиря. Залейте 200 мл кипящей воды и дайте настояться в течение 10 минут. Добавьте 1 чайную ложку меда и лимонный сок по вкусу. 100 мл чая выпейте утром за 30 минут до завтрака. В оставшийся напиток долейте кипяченой воды до первоначального объема и выпейте в течение дня небольшими глотками между приемами пищи. Такой напиток улучшает пищеварение, выводит токсины и помогает усвоению пищи. Зеленый чай с имбирем, лимонным соком и медом. Насыпьте в заварочный чайник 1 столовую ложку зеленого чая и 1 треть чайной ложки порошка имбиря. Залейте 500 мл доведенные до кипения воды и дайте настояться 10 минут. Процедите и подавайте на стол с лимонным соком и медом. Такой напиток полезен при кашле, кроме того он обладает антиоксидантным действием и значительно улучшает состояние кожи. Пейте эти великолепные чаи, будьте здоровы и подписывайтесь на медицинский канал. До следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok